Оснований для появления кровотечения из ушей может быть достаточно много, однако в большинстве случаев только опытный врач может установить истинную причину недуга. Поэтому если вдруг с вами произошло нечто подобное, рекомендуется как можно скорее обратиться за профессиональной помощью в медицинское учреждение. А теперь о возможных причинах. Первое. Острый отит. Это наиболее частая причина появления крови из уха. Сопровождается гнойными выделениями, повышенной температурой тела, а также сильнейшей болью. Хуже всего то, что гной может переходить на другие ткани, что вызывает дополнительные воспаления. Второе. Перелом черепа. Практически во всех случаях сопровождается ушным кровотечением, причем в немалых количествах. Главная проблема заключается в том, что зачастую у больного снижается острота слуха, и изредка возможна полная глухота. Третье. Банальное повреждение ушной раковины или слухового прохода. Вызывается как правило, посторонним острым предметом или ногтем. Это тот редкий случай, когда можно обойтись без посещения врача, но только в том случае, если повреждение несерьезное. Четвертое. Возможно появление доброкачественной опухоли, которая образовывается в луковице и ремной вены. Со временем она начинает увеличиваться в размерах, в результате чего появляется кровотечение. При этом заболевании возможно нарушение слуха. Пятое. Воспаление барабанной перепонки, или меренгит, чаще всего сопровождает другие заболевания среднего и наружного уха. Болезнь также может сопровождаться кровью и гноем, хотя и не обильными. Шестое. При палепахушной раковины тоже возможно появление кровотечения. Также характеризуется выделениями с неприятным запахом. Иногда возможно снижение остроты слуха. Это далеко не все причины, по которым может начаться ушное кровотечение. В любом случае запомните, при первых появлениях крови незамедлительно обращайтесь к доктору.